Жители городского округа Щёлково пришли на участки и проголосовали за новый состав Совета депутатов. Избирательная кампания проходила как в самом городе, так и в сельской местности и завершилась выборами в единый день голосованием. Новый совет городского округа будет состоять из 25 депутатов, а не из 21, как это было ранее. В Совет депутатов у нас избирается 25 человек, 10 по партийным спискам, 15 по трём многомандатным избирательным округам. Отсюда и два бюллетеня. Их получили те, кто пришёл на участки в воскресенье. Все 123 участка открылись и закрылись вовремя. Наши корреспонденты работали на территории округа и рассказали, как проходило голосование. В первой школе имени Фололеева в Монине проголосовал депутат Московской областной думы Владимир Шапкин. На этом и других пунктов голосования в день выборов побывали исполняющий полномочий главы городского округа Сергей Горелов и депутат областной думы Иван Жуков. Мы выбираем депутатов исполнительную власть, которая будет совместно с администрацией городского округа Щёлково пять лет работать рука об руку. Потому что от тех решений, которые они будут принимать, будет зависеть жизнь наших граждан. Жители Щёлково-7 голосовали на четырех избирательных участках, расположенных в школе номер 10. В помещениях, где голосование отмечалась спокойная обстановка, на многих участках дежурили наблюдатели от партии. У голосующих хороший доступ, им всё объясняют, они проходят и ознакомятся на информационном стенде и проходят в кабинке и голосуют. Сегодня перед жителями стоит такая некая сложная задача. Очень много кандидатов, которых и были раньше депутатами, работали в исполнительных органах власти и вообще хорошие общественники перед жителями. Поэтому выбор такой непростой, будем говорить. Наибольшую активность на выборах показали молодые семьи и люди старше 60. Для нас это очень важно, мы всегда придерживаемся, на все выборы мы ходим, всегда мы голосуем за тех людей, которых мы считаем, что в нашем государстве не нам во всем помогут. От нас зависит наше будущее. На большинстве участков для удобства подсчёта голосов использовались комплексы автоматизированной обработки бюллетеней. Работа идёт плановая, члены комиссии достаточно опытные. Наблюдатели отмечают, что всё спокойно, жалоб нет и работа идёт в плановом режиме. Так что отмечается хорошая организация. Новый совет депутатов будет работать пять лет. На первое заседание народные избранники должны собраться в течение ближайших 15 дней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова